Старшиня Гомельского Аблвыконкаму Владимир Дворник сегодня провел прием членов инициативной группы, которые взвернулись с проблемным для Новобелецкого района вопросом. Нагадаем, скарга связана с периодичным заявлением у поветры неприемного паха за вытворчасти на предприемстве Гомельш-Палеры. На предприемстве делают все, чтобы решить проблему на завжды. Ее не замучают санитарные службы и комитет природных ресурсов и оховы новокольного сяродия. Специалисты означают, невеликий пах есть, але погрозы для життя и здоровья людей не представляя. Дмитрий Котов протягне. Две новые линии по вытворчасти виниловых шпалеров уведены у эксплуатацию у студенек этого года. Кошт проекта коля 10 миллионов долларов. Простры месяцы после запуску стали поступать скарги от жихоров домов, які знаходятся у новоколли. Людей хваливал дым и неприемный пах. В червяне деятельность предприемства была часово припинена. Заключены договоры с двумя навыковыми институтами Беларуси. Яны распрацевали рекомендации по ликвидации порушеньев. Усё было зроблено, и с 2 листопада вытворчасть знов запущена. Дым зник, а вось пах – не полностью. Областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного сяродия проводит постоянный мониторинг. Специалисты означают, что ситуация значительно полепшилась. Правда, у один день, 22 листопада, лабораторные доследования выявили перевышение допущальных нормов с находжением у поветры формальдегида и аммияка. Последовало, во-первых, разбирательство, что же повлекло выброс вот этих веществ. Предприятие тоже было поставлено в известность. Они тоже у себя внутри провели разборку. Но определили, что данное нарушение вызвано тем, что специалисты предприятия неправильно настроили машины. Ну, это вина предприятия. Значит, у нас в соответствии с действующим законодательством в случае повторного нарушения со стороны предприятия природоохранного законодательства в течение 30 дней предприятию будет незамедлительно предъявлено соответствующие санкции. Пильно сошить за ситуацией и санитарная служба. Доследования житявляются два раза на день. Зараз порушений не отзнашаются. Специалисты и основания у поветры побольше с предприятиемством Гомель-Шпалеры неприемного паху не отмавляют. Однако, что и он сдольный уплывать на здоровье людей, зараз казать не льга. Запахи санитарно-педиологическим законодательством не нормируются. Да, мы тоже обеспокоены, что наличие запаха может говорить о присутствии того или иного химического вещества. Поэтому проводится работа для того, чтобы определить и эти вещества, и не только наши службы, но и предприятия. Мы отмечаем, что визуально он уменьшился. Но да, он присутствует и будем над этим работать дальше, чтобы, как я сказал, определить по максимуму те вещества, которые выбрасываются и подтвердить, есть ли действительно опасность или нет, опасность для здоровья населения. Чтобы отримать отказы на пытание на конд кончаткового выражения этой проблемы, инициативная группа в составе трех человек пришла на прием до старшины Гомельского облаканкама у Владимира Дворника. Жихары Новобелецкого района поделились о своей проблеме, после чего им пропоновали наведать предприемство Гомельш-Палеры разом с директором Андреем Башиловым и старшиной Гарбы Конкама Пятром Кириченком. Непосредственно в творчестве каждый смог доведаться о примаемых мерах, чтобы на реште у этой истории была поставлена кропка. Усиление системы фильтров, чтобы более тщательно улавливать. Это работа с подбором красок, переход на другие растворители, которые не имеют таких ароматических свойств, менее ароматичные. И, возможно, модернизация трубы в плане того, что мы планируем ее поднять, чтобы увеличить зону рассеивания, соответственно, чтобы в том числе избавиться таким образом от запаха. Нам все это спотребится каля двух месяцев. Жихары суседних с предприемством домов спадяются на становший эффект. Мы очень надеемся на решение этого вопроса, на помощь губернатора. На сегодня, да, запах слабо ощутимый, и гула от завода практически не слышно. Будем надеяться, что это будет продолжаться и дальше. Старшиня Аблова Конкама, Владимир Дворник, это пытание поставил на особистый контроль. И он доручил усим отказным службам оперативно информовать его по пытаниях, связанных с этой ситуацией. Что касается дальнейшей работы, мониторинг не прекращать. То, что заявляют заявители, посмотрите по всем выбросам, по всем веществам, дорабатывайте методику, проверяйте и мне регулярно докладывайте. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отели радиокомпания Гомель.